Добрый вечер. Все документы, которые мы планировали принять, приняты практически без изменений. Как вы знаете, мы приняли ещё дополнительный документ, и инициаторами его принятия выступили сразу несколько стран, в том числе и Россия. Это оценка нашей ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, и предложение о том, что нужно предпринять в ближайшее время. Я думаю, что этот документ у вас тоже есть. Если есть необходимость прокомментировать всё, что мной было названо выше, я готов это сделать. Вместе с тем, с самого начала хочу отметить несколько, на мой взгляд, ключевых вещей. Первое, что касается энергобезопасности. Я думаю, что все коллеги-журналисты, прочитав документ, обратили внимание на определённую смену акцентов в самом понятии энергобезопасности. До сегодняшнего времени под энергобезопасностью поднималось стабильное снабжение основных потребителей энергоресурсами. Сейчас мы убедили наших партнёров в том, что энергобезопасность – это гораздо более широкое понятие, и она включает в себя добычу, транспортировку и продажу на рынках энергетики. И все звенья этой цепочки, представители всех этих звеньев несут солидарную, одинаковую ответственность. И это, на мой взгляд, крайне важно. Другой вопрос, который рассматривался в качестве основного – это образование. И, на мой взгляд, я бы выделил здесь наиболее важные вещи. На мой взгляд, такой вещью является то, что мы обратили внимание на решение проблем миграции и адаптации мигрантов с помощью образовательных систем. Это первое. И второе заключается в том, что, может быть, не впервые об этом сказано, но сформулировано, я думаю, что в таких документах впервые, мы считаем, что в современном мире нужно обращать внимание на все три основные компонента образования. Это собственное образование, научные исследования и инновации. Вот по этому направлению договорились совместно работать и сверять наши часы в ходе практической реализации достигнутой договоренности. Ну и, наконец, борьба с инфекционными заболеваниями. Думаю, что вы этот документ тоже читали. Мы в России будем создавать лабораторию соответствующую со штаммами. У нас есть неплохая база для этого, для Восточной Европы и Средней Азии. Мы здесь будем создавать в России центр по производству необходимых лекарств для Средней Азии вместе с нашими партнёрами. Будем, конечно, привлекать и наших друзей и партнёров из самого региона Средней Азии. Мы договорились о том, что будем создавать мобильные отряды специалистов, которые могли бы быстро и эффективно реагировать на происходящие в мире события, связанные с распространением эпидемии и инфекций. Вот эти и другие вопросы все закреплены в документах и приняты. Что касается нашей декларации, нашего заявления по Ближнему Востоку, то вы о ней тоже знаете. Повторяю ещё раз, если есть необходимость прокомментировать что-то из того, что я назвал выше, я с удовольствием это сделаю. Большое спасибо вам за внимание. Коллеги, у нас, как и вчера, 20-25 минут. Пожалуйста, ваши вопросы. Начнём вот с коллеги вот в левом секторе, руку которой поднимут, пожалуйста. Представляете. Израильское телевидение. По документу по Ближнему Востоку хотел бы спросить, как Россия могла бы помочь в разоружении милиции Хезбалла, в соответствии с Лизовицей ООН. И может ли Россия использовать своё влияние в таких странах, которые считаются защитниками этого движения, в Иране, Сирии? Россия не только может, но и совершает необходимые действия в контакте с нашими партнёрами на Ближнем Востоке и в Израиле, и в соседних с Израильным странах. Мы по всем каналам предпринимали усилия, направленные на освобождение ваших солдат. Я хочу сказать по всем каналам. И у меня есть основания полагать, что наши действия не являются напрасными. В силу ряда обстоятельств я пока воздержусь от оглашения деталей. Это первое. Второе. Мы достаточно активно дискутировали на тему о том, какая должна быть эта декларация. Это естественно, потому что она нашими экспертами до того, как мы собрались в Петербурге, не прорабатывалась. И ситуацию нам пришлось разбирать, что называется, вживую, в ходе тех трагических событий, свидетелями которых мы с вами являемся. В качестве ключевого момента хотел бы отметить, что декларация, на наш взгляд, на взгляд российской делегации, является сбалансированной. Что касается ваших интересов, интересов государства Израиль, по-моему, там это всё достаточно выпукло, отражено. Что я имею в виду? Прежде всего, это ссылка на две резолюции Совета безопасности ООН по Ливану. Мы договорились о том, что мы не просто будем добиваться в полном объёме исполнения этих резолюций, но и обратимся в Совет безопасности с настоятельным призывом выработать план реализации этих резолюций. Есть и другие положения, которые направлены на то, чтобы огонь был немедленно прекращён с двух сторон и были бы созданы условия для ведения мирных переговоров. В том числе, это касается и тем силам, которые сегодня Израилю противостоят. Пожалуйста, Аркадий, время новостей. Вчера ни один из российских федеральных представителей в СССР не получил возможности. Аркадий Дубнов, время новостей. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, в отношении резолюции, о которой сейчас идёт речь, В той части, где говорится о необходимости выполнения резолюции 1559 по Ливану, нет упоминания Сирии, в то время, когда в первой части есть упоминания о экстремистах Хезбалах и Хамас. Так вот, отсутствие упоминания Сирии, это есть условия компромисса со стороны России по отношению к тем требованиям, которые были у партнёров. И второй вопрос. Появилась информация, что в подготовке этой резолюции определённую роль сыграла Ваша встреча с Тони Блэром. Кто был инициатором этой встречи и почему она необходима так оказалась? Это не встреча с Тони Блэром, это просто рабочий момент работы над резолюцией. Нам всем хотелось, и мы считали, что мы обязаны до того, как уйдём на перерыв дневной, закончить работу над этой резолюцией. И мы пригласили, мы договорились с коллегами, что мы с Тони возьмём на себя инициативу. Пригласили наших экспертов, которые работали над этой темой. Взяли сами эту резолюцию и отчасти приняли участие в её подготовке. И добились приемлемых, на мой взгляд, результатов, компромиссных формулировок, которые, на мой взгляд, являются весьма сбалансированными.